Привет! Сегодня у нас с вами артикли. Миллионы-миллионы видео в YouTube, которые вы можете посмотреть по теме артиклей. У вас миллиарды книг, которые стоят на полках, в которых артиклем отведены 2, 3, 10, 15 глав. От этого еще никто не начал говорить с артиклями. Очень часто у преподавателей существует такая штука, собственно так, и меня учили когда-то в школе. Не важно, они есть, ты начни говорить, ты времена выучи, ты вот разберись там с чем-то глобальным, а артикли уже потом как-то придут. Не придут, это как с произношением. Не начал говорить сразу, потом очень сложно. Это как с тем же самым сволктом. Не научился правильно сразу расставлять слова, потом будет очень сложно составлять предложение. Поэтому давайте разберемся с артиклями. Я не буду уходить в супер частности, потому что этих частностей реально вот такие тома. Я не буду вам рассказывать все-все-все мелочи. Я хочу вам глобально объяснить вообще, что такое артикли, для чего они нужны, как с ними жить и можно ли без них обойтись в предложении. Итак, поехали. Смотрите, я прямо взяла в рамочку такую фразу. Существительные в одиночестве не бросают. И я иногда еще добавляю. Одинокие существительные в беде не бросают. Что это значит? Если у вас в предложении есть S или O, то есть субъект или объект, подлежащее или дополнение, они выражены, как всегда, существительными. И если это существительное стоит в единственном числе, к нему обязательно нужно поставить артикль. Это очень важный момент. Если там неисчисляемое существительное, hair, например, или эмоция, rain, snow, там можно ничего не ставить, можно поставить some, например, немного воды. Но об этом чуть позже. А вот когда вы видите просто голое, стоящее существительное в единственном числе, это неправильно. Зачем же вообще появились артикли? Какая у них функция? А функция не перепутать его с глаголом или с прилагательным. Вы же знаете, что наша вот эта вот знаменитая фраза, stone workers turn the stone floor with stones. Помните, да, что, значит, рабочие выкладывали пол камнем? Кстати, stone для тех, кого не было на первом марафоне, это обкуленный. Stone. Как не перепутать, как понять, где камень, где выкладывали камнем, где каменный, а где выложенный плиткой? То есть это может быть и существительным, и глаголом, и прилагательным, и даже причастием. То есть очень много всех функций может лежать в одном слове stone. Так вот, этот самый артикль и призван для того, чтобы нам показать a stone floor, каменный пол, потому что a будет стоять перед этим словосочетанием. A stone, значит, это просто камень. Точно так же, как two stone, мы автоматически понимаем, что это глагол в нулевой форме, то есть в инфинитиве. Итак, вот эта фраза, существительные в одиночестве не бросают, или одинокие существительные в беде не бросают, не значит, что нужно все время только ставить артикль. Вы можете поставить a friend, an old friend, their friend, конкретный друг. Вы можете заменить это притяжательными местоимениями, my friend, his friend. Можете заменить указательными местоимениями, this friend, этот друг. These friends, эти друзья, that friend, тот друг там где-то, those friends, те друзья там далеко. Или вообще, и особенно, если это у вас неисчисляемое слово, заменить вот такими словами, как some или any в вопросе отрицания, many, few, a few, little, но об этом в другом видео разбираться будем очень серьезно. Итак, когда вы увидели слово в единственном числе и не хотите ставить ничего из вот этого, надо ставить артикль. Теперь, конечно же, как разобраться, a ставить или the ставить? Понятно, что вы уже с первого класса понимаете разницу между e и n. Вы ставите e перед гласным, n, стоп, перед согласным, а n перед гласным звуком. Прошу, пожалуйста, обратить внимание на вот эту вот штучку, где написано произношение, потому что часто начинается путаница, и вы пытаетесь впихнуть e или n, ориентируясь на первую букву. А первая буква не всегда в английском языке дает тот звук, который вы ожидаете, потому что когда у нас e-book, понятно, что это b, это согласный e-book, n, interesting book, тут тоже все понятно. А если у нас есть с вами umbrella, звук ю, вернее, буква ю, да, она читается umbrella, конечно, вы говорите n, umbrella, но тут же рядом, ни по закону никакому, а просто потому что так вот оно исторически сложилось, есть слово university, university. Первый звук ю, юниверсити, а это уже не гласный звук, это согласный, поэтому вы говорите e-university. Точно так же, как слово Europe, Европа, мы не ставим перед личными именами артикли, но если мы скажем e-European university, то уже будет European, опять же, через звук j, и мы поставим e. Будьте, пожалуйста, внимательны, точно так же, как смотрите, буква y, она считается вообще согласным звуком чаще, чем гласным звуком e, yellow umbrella, e, yellow umbrella. Также, пожалуйста, не попадите в просад с первой буквой h, а звуком либо х, либо отсутствием этого звука на французский манер, потому что an hour от французского ух, просто an hour, потому что первый звук а, но an house, an honest man, не honest, а honest. Почему я всё время говорю, что надо очень много слушать и читать, одновременно слушать и смотреть глазами, потому что вы запоминаете, ну невозможно выучить все миллионы оттенков и исключений правила чтения. Если вы начнёте заниматься правилами чтения или только артиклями, вы там погрязнете и вы будете этим заниматься вечно. Не надо, оно всё придёт. Читайте, слушайте. Ваш мозг классно устроен, он всё записывает на подкорку. Знаете, как есть такое выражение «горилла never forgets»? Горилла никогда ничего не забывает, или там у слона фотографическая память. Вот точно так же, вы точно такие же. Вы, если несколько раз прочтёте «an honest man», вы уже не поставите «an honest man», у вас просто не получится. У вас мозг сам будет управлять вашим языком. Поэтому читайте, 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 слушайте, слушайте и ещё раз слушайте. А мы идём дальше. Так вот, артикль «э» или артикль «эн», он же не «э». Мы не говорим «э бой», мы его мягенько произносим «э бой». Такое нейтральное «э». То есть есть звук «э», такой «э», его часто в школе называют «лягушка» или «бабочка». Иногда ещё его учителям называют «барантон». Я долго думала, что это, думала вообще, что это французское слово, честное слово. Оказалось, это тон барана, как блеет баран. Барантон «э». Надеюсь, я вас повеселила. Произошёл он, кстати, от вот такой буквы латинского алфавита. А и Е соединённым вместе. Цезар. Вот это «э», которое потом разлилось, разлепилось на «эй». Вот это, смотрите, если вы обратите внимание, это обычная буква «е» и перевёрнутая буква «е». Так вот, вот этот звук «бээд», что «нээн» – это такой широкий звук. На школе тренировали вот так «эээ» делать. То есть это вот такой звук, от которого вот здесь начинают очень хорошо разрабатываться скулы. И, в принципе, антистарение, да, у нас с вами там подтяжка лица ещё происходит, кто там беспокоится о своей красоте. Обратите внимание на вот этот звук «ээ». «Ээ» – это перевёрнутая «е». Это очень нейтральный звук. Кстати, он называется «шва». Я совершенно недавно об этом узнала, рассказала ученикам, мы очень веселились. Вместе вот «шва» – вот такой вот этот звук так называется. То есть это нейтральное «э» – его почти нет. Вот сравните, я вам написала «пэн», «пэн» – ручка, и «пэн» – сковородка. Тут, понимаете, вот эти оттенки, нам они вообще непонятны. «Give me a pen» или «give me a pen». Ну, я же сказала «пэн», то есть когда вы немножко так «ээ» – ударение делаете, да, получается это вот этот звук «пэн». А когда просто «пэн» – это уже ручка, то есть смотрите, не перепутайте, что кому принести ручку или сковородку. Кстати, вот это вот «мэн» – один мужчина «мэн», 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 «мэн». А в несколько мужчин «мэн», «мэн» – просто такой нейтральный звук произношения – это нереально важная штука, поэтому чем больше вы выделываетесь поначалу, включаете некий эффект театральности при произношении, тем лучше ваш мозг включается, активизируется и начинает понимать вот эти тонкости. А потом оно уже само войдет в привычку, и вы уже так и будете разговаривать. «Мэн», 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 «четмен», «четмен». Вот такие вот они нюансики, вот такие они оттеночки. Обожаю за это английский язык, именно поэтому очень много анекдотов, построенных на игре слов, потому что разные слова могут читаться почти одинаково. Поехали дальше. О, кстати, вы знаете, помните, да, что вот эта буква есть в новом имени сына Илона Маска. Илон Маск – это космический человек, он из будущего, мы это все прекрасно понимаем, поэтому у него сына зовут как-то так вот «экс», «эй», «двенадцать». «Двенадцать» – это в честь какого-то там самолета, или вот это в честь самолета, я уже забыла, что. В общем, «Архангел» еще его называют. В общем, погуглите, вам понравится, если вы не знаете. Про сына Илона Маска. Так вот, еще раз, это не «эй» артикль, это «эй», «эй», «эй». Это «эй», 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 «эй». «I have an apple». То есть проглатывайте его, слегка проглатывайте, но все равно он там есть. Даже если вы не всегда его можете вычислить в беглой речи у носителей языка, он там обязательно все равно такой намек на него небольшой. Кстати, «эй», артикль «эй». Очень часто ученики у меня удивлены на уроках, хотя я не знаю, где они были до этого, но ведь артикль the тоже меняется в зависимости от того, перед согласным или гласным звуком он стоит, потому что вы говорите the university, но вы говорите, внимание, the umbrella, the apple, или как в фильмах, но в фильмах пишут the end, the. И вот она, артикль the, вот она, нейтральный звук, the, вот это the, вот так вот, да, я вас еще поучу правильному красивому произношению, расскажу секретики, чтобы там не было ни the, ни the, ни the, а именно the, красивое. А вот это вот the, причем, обратите внимание, в транскрипции она уже вымирает, потому что уже почти все словари говорят с нами, но все равно, вот этот звук, вот эти две точечки, они показывают, что гласное удлиняется. И если the произносится достаточно быстро и нейтрально, the day, то the уже надо немножечко the umbrella, the end, the, немножечко его протянуть, да, вот эти вот две точечки на это показывают. Итак, артикль the, артикль the, какая между ними принципиальная разница? Вот я вам ее, собственно, тут обозначила. Когда вам нужно сказать про какой-то предмет, он один из тысячи таких же, anyway. Таких мальчиков миллионы, какой-то, мы не знаем ничего о нем, взагали, он для нас не имеет никакой пока что ценности, он просто один из множества, но он относится к тем существительным, которые можно пересчитать, он исчисляемый. Мы говорим a, give me a chair. Какой стул? Да какой мне все равно, сколько, у меня тут стоит куча стульев, принеси мне хоть один. He is a friend. Какой friend? Да и какой один из кучи других друзей. А вот когда мы начинаем говорить there, а there сокращенно от слова this и this, мы имеем в виду конкретно этот. Я понимаю, о чем именно мы сейчас с тобой говорим, give me a book. Какую-то книгу, мне все равно, потому что a и n произошло от слова one. Вы можете сказать one hundred, а вы можете сказать a hundred. Это будет одно и то же, то есть один из, один. А give me the book, это значит, дай мне эту книгу, ту книгу, про которую мы говорили с тобой, например, ранее. Let's watch a film. Давай посмотрим фильм. Какой фильм? Мне все равно. Я просто хочу посмотреть фильм. Let's watch the film. Давай посмотрим именно вот этот фильм. И мы с тобой вдвоем знаем, о каком конкретном фильме мы сейчас разговариваем. Вот это вот базовое отличие. Мы понимаем, о чем мы говорим, или мы просто говорим в зале какой-то. Обратите еще внимание. Артикль вам покажет, да, что дальше идет существительное. Специально на всякий случай написала вам я субъект или объект, subject или object. Смотрите. Would you like a drink? Would you like to drink? Чувствуете, какую разницу? Так вот, а теперь смотрите. I want a ring, говорит девушка. Ну, хоть какое-то колечко хочу. I want the ring. Я хочу то самое колечко, вот то, которое я видела в витрине в такой мятной коробочке Тиффани. То есть, видите, да, это очень существенная разница. Не какое-то там колечко, а конкретное колечко, пожалуйста. То есть, вот это очень важный момент. Теперь смотрите. Очень такое правило хорошее есть. Я его придумала назвать правилом второго упоминания. Там всегда будет стоять артикль the. Что такое правило второго упоминания? Всегда вот я привожу пример сказки. Мне когда-то этот пример привели в университете. Может быть, это единственное, что я вынесла из пяти курсов нашего университета, английского отделения. А нет, я еще помню очень хорошую фразу. Breakfast must be the most substantial meal of the day. Мы сейчас, кстати, вернемся к этой фразе. Она мне тут нужна для некоторых исключений. Держите ее. Keep it in your minds. Так вот, смотрите. Правило первого упоминания. Once upon a time there lived a prince. Так называется, начинаются все сказки. Once upon a time. То есть, однажды в какое-то время. Это аналог русского жили-были. Once upon a time. Так начинаются еще раз, да, все сказки. Once upon a time there lived a prince. Жил-был принц. Какой принц? Мы пока ничего не знаем. Мало ли тех принцев на той земле жило? One. Какой-то. Один из множества. Следующее предложение. Вступает в силу правила второго упоминания. The prince was handsome. Принц был очень симпатичным. Помните, да, про девочку pretty? Про мальчика handsome. Кстати, про девочку теперь тоже говорят handsome. А еще можно сказать handsome, sum of money. Симпатичная кучка денег, сумма денег. Итак, правила второго упоминания – это вообще самое главное правило в артикле the. То есть, мы знаем, о чем мы говорим. Мы уже о нем несколько раз разговаривали. И, пожалуйста, уже начинайте ставить артикль the. То есть, в принципе, это то же самое, что и this once upon a time there lived a prince. This prince was handsome. Это тоже самое. Смотрите, есть еще несколько интересных моментов, когда мы либо вообще не употребляем артикли, либо употребляем только артикль the. Давайте продолжим the, а потом перейдем сюда. Но запомните еще раз фразу, вернее, вспомните еще раз мою фразу. Breakfast must be the most substantial meal of the day. Завтрак должен быть самым плотным приемом пищи за день. Почему я ее помню? Я не знаю. Она была просто вот в каком-то тексте про распорядок дня. Ну, вот что-то там мои нейронные связи простроились, ее запомнили. Breakfast, dinner, supper, lunch – они никогда не бывают с артиклями. Вот вы просто говорите breakfast, dinner, lunch, brunch – все, что угодно. Причем supper уже практически никто не употребляет. То есть, есть breakfast, потом может быть brunch. Brunch – это первая буква от слова breakfast, последняя буква от слова lunch. Brunch – это поздний завтрак, потом идет lunch, это как раз обед, потом dinner – это наш ужин. А supper – это что-то очень позднее, там после 11 часов с чувством вины чего-то поесть в холодильнике. То есть, supper уже почти слово уходит из английского языка. Вот между ними, перед ними артикль ставить не надо. Но если вы хотите подчеркнуть какой-то конкретный обед, какой-то конкретный ужин, которым ты накормил меня два дня назад, или какой-то конкретный ужин в отеле, который мы до сих пор вспоминаем, вы совершенно спокойно можете перед ним поставить артикль the. То есть, she cooks dinner – она готовит обед. The dinner she cooked yesterday was fantastic. То есть, тот самый обед, который она приготовила вчера, был потрясающий. Артиклями играют. Вы можете поставить артикль туда, где вам хочется что-то подчеркнуть. Смотрите, Barbara called you – тебе звонила Барбара. What Barbara? Какая Барбара? He didn't know. A Barbara – какая-то Барбара. То есть, в принципе, как я тут написала перед личными именами или перед названиями, мы, в принципе, артикль не ставим. Но если мы хотим быть некая Барбара – A Barbara – даже не мог сказать A Barbara – некая Барбара. Такой полупрезрительный, такой отмахнуться. A Barbara called you – what Barbara? The Barbara that helped me. Та самая Барбара. То есть, та ве пулина, who is now talking to you. То есть, та самая пулина. Мало ли, сколько тех пулин, но вот «the» пулина – та самая конкретная пулина. Это так называемая инверсия, это нарушение правил грамматики английского языка, чтобы что-то подчеркнуть в тексте. Есть очень хорошее выражение – keep up with the Joneses. А не отставать от джонсов, то есть пытаться всё время жить не хуже, чем соседи. Почему же здесь перед именем стоит «the» джонсис? Потому что это целая семья. Вот семья пулиных – «the» пулинс. Да, вот как одна семья. Так смешно. «The Ivanov's are visiting us today». К нам сегодня приходят Ивановы, да? «The Ivanov's». Без апострофов, без ничего, просто вот как общее такое. Ивановы, пулины. Обещала начать с этого, плана перешла сюда, но давайте я уже тут и закончу. То есть вы не ставите артикль ещё перед абстрактными какими-то вещами, которые вы не можете пощупать, которых нет. Это любовь, это ненависть, это музыка, что-то такое, да? Вот я написала «love», «life», «music», что-то, что невозможно посчитать. Ещё раз, вы не можете сказать «a water», потому что одна вода просто не может быть. Она не бывает, да? «A whiskey», «одно, один виски». Нет, «a water of whiskey», пожалуйста, считайте. «A glass of water», конечно, но мы уже считаем виски и воду, мы уже считаем бутылки и бокалы. Кстати, «wisky», обратите внимание, я написала «это я ирландский виски» или «шотландский виски» написала. Имеет значение вот эта буквочка «i» перед «wai», «wisky», когда этой буквочки нет, это шотландский виски. А вот здесь буквочка «i» показывает, что это ирландский виски. Так что я написала вам про ирландский виски. Значит, смотрите, когда же мы ставим всё-таки «the», пришли сюда? «the» мы ставим «все», «гда», там, где мы подчёркиваем конкретно вот этот. Вот один вот этот, про который мы сейчас говорим, или 77 вот этих, про которых мы говорим, он может быть как в единственном числе, так и во множественном числе этот артикль стоит. Мы обязательно ставим артикль перед превосходными степенями прилагательных, «самый большой», «самый красивый», «the biggest», «the smallest», «the prettiest», «самая красивая». Или «the most interesting», «the most dangerous», «самый опасный». Обязательно, потому что он один в своём роде, самый страшный, самый опасный, один такой из всех. Мы обязательно ставим артикль перед порядковыми числительными. «the first», «the second», «the third», «the fourth», «the twenty second». Всегда, то есть «one, two, three», но «the first», «the second», «the third». Мы всегда поставим артикль «the» перед тем, что одно в своём роде. Например, «the king». Не имеется в виду вообще «король какой-то», вот, мало ли, вот как тут с принцем, да, «a prince», какой-то есть. Нет, вот «король этой страны», он один, «the president of this country», президент этой страны, он один. Точно так же, как там группа «the Beatles», они одни такие в своём роде, и всё. А также то, что существует одно для нас, «the sun», «the moon», «the Jupiter», это всё существует в единственном роде, оно уникально. Ещё, когда мы хотим сказать про что-то, объединить вместе как класс, «the rich», то есть, обратите внимание, мы перед прилагательным поставили артикль «the», и получился класс, группа людей, «богатые», вот в украинском есть такое слово «богатые», да, «the poor», «бедные», «the clever», «умные люди», то есть вот такая вот интересная конструкция, такое исключение, но я решила вам сразу дать. И ещё очень хорошее такое выражение, «the more, the better», «the», «the», «вы когда что-то сравниваете», вы перед сравнительными прилагательными ставите «the», то есть, чем больше, тем лучше. Такое интересное, такое интересное выражение, есть классное такое, смотрите, «the more I learn, the more I know», чем больше я изучаю, тем больше я знаю. The more I know, the more I forget. Чем больше я знаю, тем больше забываю. The more I forget, the less I know. Чем больше я забываю, тем меньше я знаю. The less I know, the less I forget. Чем меньше знаю, тем меньше забываю. The less I forget, the more I know. А чем меньше забываю, тем больше знаю. Why study? Зачем вообще тогда учиться? Ну, такая смешная шуточка, но она позволяет моим студентам запомнить вот такой интересной where, where. Чем, тем. И два сравнительных прилагательных здесь становятся. Вот, собственно, и все самое важное, то есть такая суть, выжимка всего, что вам нужно знать про артикли. Но я вас очень прошу, когда у нас дело идет о множественном числе, то часто лучше вообще не поставить никакого артикля, чем влепить артикль Э, например. Э это только один какой-то. Вы не можете перед множественным числом поставить артикль. Вы перед множественным числом артикль ставите только там, где вам надо подчеркнуть конкретно эти стулья. То есть вы совершенно спокойно можете сказать, chairs are new. Стулья новые. Вы можете сказать, their chairs are new. Именно вот эти стулья. Но если, в принципе, все стулья у нас в школе новые, то вам совершенно не обязательно подставлять туда артикль. Стулья и так в множественном числе. Им не страшно, они не в одиночестве. Их можно ничем не подбирать. Вы можете сказать, these chairs are new. Эти стулья. Вы можете сказать, their chairs, чтобы подчеркнуть, что это конкретно эти. Но просто так, не лепите, да? People are happy. Люди счастливы. Если вы хотите подчеркнуть, какие именно люди, вы говорите, their people. Или these people are happy. Но, a man, a person, that person, если конкретный человек. Поняли разницу? То есть, I have a dog. Какую собаку? Неважно, мало ли сколько собак. И учтите, это правило первого упоминания. Не надо сейчас со мной спорить. Говорят, ну вы-то знаете, какая собака у вас есть? Я знаю. Но я сейчас говорю об этом первый раз вам. I have a dog. Я ничего не уточняю. Я просто говорю, что у меня есть какая-то собака. Мало ли сколько в мире собак. А вот правило второго упоминания. Это уже мы сейчас дальше пойдем разговаривать об этой собаке. The dog is old. Dogs are better friends than cats. Собаки лучшие, друзья, чем коты. Я не поставила перед dogs и перед cats никакого артикля, потому что я не уточняю ни про каких конкретных котов, ни про каких конкретных собак. Просто все собаки. Но, the dog is funny. Какая забавная собачка. Именно вот та собачка, на которую я посмотрела сейчас. Поняли? То есть, артикль вам нужен для того, чтобы не спутать его с прилагательным и с глаголом. Артикль вам нужен для того, чтобы не бросить существительное в единственном числе. Артикль вам нужен, чтобы подчеркнуть, что вы понимаете, о чем мы говорим, о правиле второго упоминания. И артикль нам нужен вот в этих отдельных случаях. Есть еще целое большое правило артикля и личные имена. То есть, это артикли the и географические названия, личные имена, названия каких-то заведений и так далее. Я этому посвящу отдельное небольшое видео, потому что нельзя свалить все в кучу. Дальше вам будут предложены множество коротеньких упражнений на разные-разные варианты артиклей. Вот, мне кажется, когда вы их все проделаете, что-то там у вас так щелкнет, и вам станет легче понимать артикли. Thank you for your attention.